12 февраля в Верхнесталдинском военкомате работала комиссия по постановке граждан на первоначальный воинский учет. Для 16-17-летних юношей, которым в следующем году предстоит пройти все этапы настоящего призыва, это так называемая репетиция. Для начала всех отправили в класс профессионально-психологической подготовки. Здесь сотрудники военкомата Юлия Дмитриева и Виктория Кондратьева тестировали ребят, оценивая их личные качества, отношения к армии и психологическую устойчивость. Нам очень хорошо помогают преподаватели ОБЖ. Для начала они приносят все документы и проводят с ними первоначальные тесты на профпригодность, на личностные качества, на отношения вообще к армии. 11-классники школы номер 9, мы с Доброй Надеждой Владислав Рыбин и Данил Петров, кроме стандартного набора документов, взяли с собой спортивные разрядные книжки. Парни твердо решили штурмовать Санкт-Петербургский военный институт физической культуры. Ну, я уже много лет занимаюсь спортом, ну, лыжными гонками. И так жизнь сложилась, что с лыжами пошло не очень, и поэтому решил поступить уже именно в военно-спортивную. Давать биологию и русский язык, и физическая подготовка обязательно. Там значок ГТО толком ничего не значит, как бы, ну, тоже там лишние, ну, баллы добавляют за него, еще плюс за разрядную книжку еще дают. Вот мы первый разряд выполнили, и все, как бы, нам еще баллы за это начислят. Дальше юноши отправились к врачебным кабинетам. Офтальмолог, отоларинголог, стоматолог, нарколог, психиатр – таков стандартный состав докторов, которые обязательно осматривают каждого будущего призывника. Так как нашему объединенному военному комиссариату приписано мужское население трех населенных пунктов – Верхний Салды, Нижний Салды и поселка Свободный, то на подобных комиссиях обязательно присутствует медицинский сотрудник с каждой территории. Большая часть ребят получила положительное заключение комиссии, как и в 2018 году. В 2018 году мы призвали 140 человек на службу предооруженных сил Российской Федерации. 66 человек – весенне-летний призыв и 74 человека – осенне-зимний призыв. Ну, служат буквально во всех уголках нашей страны, от Калининграда до Дальнего Востока, от Северного Ледовитого океана до Южных границ. Учатся, ну, в основном, это инженерное училище, это филиал академии РВСН, ракетных войск стратегического назначения в городе Серпухов, Московской области. Трое поступило в военно-космическую академию имени Можайского. Это одна из лучших инженерных академий, которая насчитывает более 300 лет. Также один юноша поступил в военно-морскую академию, военно-морскую академию. Двое поступили в Институт национальной гвардии в город Новосибирск. К слову, в Объединенном военном комиссариате Верхней Салды самый большой процент поступаемости выпускников Свердловской области. Наши земляки нередко выбирают и службу по контракту. Хотя сегодня она не на пике популярности, как это было еще несколько лет назад. В настоящий момент только 20 верхнесалдинцев, призванных нашим комиссариатом, профессионально служат родине. А скоро в местном военкомате снова наступят горячие деньки. 1 апреля стартует очередная весенняя призывная кампания.